Банный день прошел в Нижегородском цирке. Всех животных, задействованных в новой цирковой шоу-программе, а их около 300, отправили на помывку. За ней наблюдал наш корреспондент Александр Алешин. Банные мероприятия в цирке растягиваются на целый день. Ведь животных нужно привезти, вымыть, выкупать, высушить. Ой, он меня тоже, по-моему, удиваться захотел. Ты тоже? Он думает, что я тоже не мучу. Он понюхает. А, он понюхает. Он меня, по-моему, уже раздевает, чтобы я тоже пошел купаться. А он, видишь, купаться? Да? Да, он сам купается. Сейчас, например, откроем. Подожди. Подожди. Давай сначала отклонись в водички. Давай сюда. Делись сюда. Делись, встань. Встань. Садись, сидеть. Сейчас, сейчас, подожди. Сейчас, мы успеем взять два, дни, давай делать. Дай, давай, дни, дни, давай. Давай. Он уроченый, парка. Больше, что его привлекает, это мы, другие. Он постоянно просит, чтобы удали мыло, и мешает, чтобы мы, другие. Мы, уже, давайте. Не надо делать, не надо. Мы к ним относимся, как к детям. Вот вы сейчас совершенно спокойно видите, вот это обязательно шампанзе. Это человеческий душ. И вот он здесь купается. Купается, поэтому шампунем, бальзамом, специальным шампунем, бальзамом. Нижегородский цирк, это, наверное, единственный цирк в мире, в котором для животных предусмотрено многое. И, на самом деле, здесь очень хорошо все сделано. Большие мойки, где можно помыть животных с комфортом, все тепло. Потому что здесь все замечательно. Купаться любят, потому что это, как бы, оздоравливает их, освежает. Вода должна быть теплая, не горячая, и, естественно, не холодная. Потому что, ну, несмотря на то, что это тигр, уссурийский тигр, да, так сказать, он живет в холодных условиях. Но, так как они выросли все равно в неволе и рождены в неволе, они не видят те условия, которые у них должны быть в природе. Поэтому все равно мы искупаем тепленько водичкой, чтобы было приятно. Ну, он и попил, и искупался, сделал все дела.